Количество пострадавших в ходе военного вторжения Таджикистана составило более 160 человек. Одна из них – жительница села Самаркандек и Гульзия Исламбек-Кызы. В тот день она вместе с двумя детьми находилась дома. Как и вдруг, неожиданно раздался громкий звук, и она потеряла сознание. Гульзия не может точно описать, что именно попало в их дом. В настоящее время её состояние оценивается как стабильное. Она перенесла одну операцию. В рамках ранее достигнутых договорённостей от линии государственной границы осуществляется отводы дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации. Однако, несмотря на это, обстановка на Кыргызско-Таджикском участке государственной границы в Чонгалайском районе Ожской области и в Баткенской области по-прежнему остаётся крайне напряжённой. Ночь с 18 на 19 сентября прошла спокойно, без происшествий. Нарушения договорённости о прекращении огня не зафиксированы. Подразделения пограничной службы ГКНБ, дислоцированные на Кыргызско-Таджикском участке госграницы, несут службу в усиленном режиме. Между тем, Министерство иностранных дел Кыргызстана выступило с официальным заявлением по поводу военной агрессии со стороны Таджикистана, в котором обвинила Таджикистан в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Кыргызстана. Голословные обвинения таджикской стороны в совершении акта вооружённой агрессии в отношении республики Таджикистан являются ничтожной попыткой перекинуть ответственность и вину на Кыргызскую республику. Таджикская сторона развернула широкую дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию оборонительных действий Кыргызской республики. Ответственно заявляем, что информация МИТ и других компетентных органов республики Таджикистан не соответствует действительности. У кыргызской стороны имеются все доказательства, где зафиксировано начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершённые таджикскими военнослужащими на территории Кыргызской республики. В случае необходимости кыргызская сторона готова предоставить эти доказательства. Республика Таджикистан грубейшим образом нарушены основополагающие международные принципы, такие как территориальная целостность, нерушимость государственных границ, разрешение международных споров мирным путём, неприменение силы и угрозы силой, а также уважение прав и свобод человека, закреплённые в уставе ООН и в других международных документах. В настоящее время в Баткенской области в безопасные районы были эвакуированы 136 770 граждан. Из-за перестрелки на границе с Таджикистаном в Чуналайском районе Ожской области из пяти сёл также в безопасные места эвакуированы более 5000 жителей. Из них 54 684 человека из Баткенского района, 25 600 – из города Баткена, более 56 000 – из Лиликского района. Для приёма граждан Баткенской области открыты пункты временного приёма в 17 общежитиях высших и средних учебных заведений города Ож. Эвакуированные из Чуналайского района граждане размещены в сёлах Дарот-Кургон и Кашкасу. Всем эвакуированным предоставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания. В ходе вторжения Таджикистана в Кыргызстан разрушено ряд объектов социально-бытового значения. В настоящее время рабочая группа в составе представителей МЧС и гражданской обороны объезжают районы и ведут подсчёты материального ущерба. «На сегодняшний день в Баткенской области разрушено 282 жилых дома, три стратегических объекта, девять объектов социального назначения и 300 объектов хозяйственного назначения и жизнеобеспечения». Протяжённость Кыргызско-Таджикской границы составляет 976 километров, из которых делимитированы и демаркированы 504 километра. Остальная неопределённая линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях, которые перерастают в вооружённые столкновения между пограничниками двух стран. Напомним, перестрелка на границе началась утром 16 сентября. Под обстрел попали населённые пункты в Лейлекском и Баткенском районах.